Атрау один из крупнейших доноров после Алматы. Второй. Основные доходы, которые формируются в этом регионе, они уходят в центр, потом центр все деньги забирает, потом возвращает часть, говорит, на тебе вот столько-то. Если Атрауская область каждый год будет увеличивать доходы, это не значит, что эти доходы большая часть останется в области. Нет, они останутся в центре. И тогда что получается? Атрауская область добывает минимум 40 миллионов тонн нефти. Четыре раза больше, чем Эмират Дубаи. Магисталский регион добывает почти чуть более 18 миллионов тонн. Более 1.8 раз больше, чем Дубаи. Но что такое Дубаи? Вы откроете в интернет и посмотрите. Это цветущий город, район, Эмират отдельный, где живет всего лишь 3 миллиона, точнее не то, что всего лишь, живет 3 миллиона человек. Абатрауская область – 600 тысяч, Магисталовская – 600 тысяч. И что получается? Это бедствующие регионы, разрушенные дома, разрушенные районы. И это при том всем, что они в 4 или в 2 раза больше добывают, чем Дубаи. Почему? Потому что эти доходы забираются себе в центр Назарбай. И он сидит такой богатый, делит деньги так, как он считает нужным. И это приводит к тому, что завтра начинает хвастаться, говорит, о, я великий, я построил Астану. Нефть и газ – наш основной конек. И не надо нам этого бояться, что мы там сырьевые. Ну и слава богу, что у нас есть это сырье, которое мы будем экспертировать, зарабатывать деньги. Самое главное, на эти деньги надо делать индустрию другую, современную. Он украл деньги у этих регионов, забрал и строит никому не нужные дворцы. Он там проводит экспо или какие-то мероприятия, строит какие-то объекты, которые его лично затем называют его именем. Аэропорт, например. Или университет имени Назарбаева. Что, он туда вкладывает деньги, что ли? Нет, это деньги ваши, ваших регионов. И поэтому мы эту практику прекратим. Необходимо правильное разделение доходов между регионом и центром. Так должно быть все построено, чтобы эти регионы получали справедливую часть своих доходов. И каждый регион тогда будет стремиться больше зарабатывать, чтобы стать богаче. Иначе получается, что уравниловка, как в Советском Союзе. Как бы ты ни работал, какой ты выдающий не был, пришел, ты стал инженером, на тебе 120 рублей. Ты можешь вообще тысячу изобретений сделать, на тебе 120 рублей. Не влияет. Здесь та же самая советская система. Мы ее отменим.